Приветствую вас. Смотрите, какая получается ситуация. Значит, вы встречались с молодыми людьми до вот этого вот молодого человека. И с ними всё было хорошо. У вас. Вы, конечно, не пишите о том, любили ли вы их или нет, своих вот молодых людей. Но, судя по тому, что вы пишете, я могу предположить, что вот такой прямо сильной любви, прямо сильной любви, ну, у вас, наверное, нет. Не было к ним, к молодым людям. Зато был секс хороший. Потому что вы чувствовали себя свободны с молодыми людьми, да? А вот теперь, когда вы влюбились и когда, в общем-то, любят вас, вы теперь влечения никакого не испытываете. И причина этого может быть самой разной. Например, отсутствие у молодого человека понимания вашего сексуального сценария. То есть вы, имея достаточно значимый сексуальный опыт, наверное, знаете, как вам хорошо, как вам комфортно, как вам удобно, как вам здорово. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, знаете, как вы можете получить удовольствие. Вот. Это для женщины очень важно. То есть именно для женщины очень важно получать удовольствие так, как она хочет. Так, как она привыкла. Потому что женский сексуальный сценарий, это совсем не то же самое, что мужской сексуальный сценарий. Вот. Мужской сексуальный сценарий, он более такой гибкий, он более адаптирующийся. А вот женский, он такой более устойчивый, более крепкий, более такой, скажем, инертный, то есть консервативный в этом плане. Вот. Вот. И я так полагаю, что мужчина просто не делает того, что вас возбуждает, что вам нравится. Вот. И не является тем сексуальным партнером, который, ну, вот, мог бы, ну, доставить вам наслаждение. Такое вот, как надо, да, такое вот, прям, как вы хотите. Вот. И не является мужчина таким субъектом для вас. Ну, в таком случае нужно с ним поговорить, обсудить все, опять же, вы не пишете, да, о том, как вы человека воспринимаете. То есть воспринимаете ли вы его как своего мужчину или нет. Уважаете ли вы его как мужчину, чувствуете ли вы его как мужчину, ваш ли этот мужчина, ну, то есть соответствует ли его поведение и его внешний образ тому, что вы представляете. Себе сами. Вот. Это первый момент. У нас первый момент вот такой и момент того, как вы себя воспринимаете. То есть некоторые люди склонны различать любовь и секс, соответственно. То есть кто-то то может только любить, а секс со сексом заниматься другими. Кто-то может только заниматься сексом, а любить кого-то другого. То есть тут вот момент такой, с этим тоже нужно разбираться, да, то есть насколько вы различаете любовь и секс. Но вообще это чаще встречаются у мужчин, а не у женщин. Вот. Поэтому я бы здесь обратил внимание на ваше становление в детстве, на период полового созревания, а может быть даже еще и раньше, на период фаллической стадии, когда девочка осознает, что она девочка. Вот. И как она к этому относится. Вот. Далее. Вы пишите, любим друг друга, он меня очень сильно. То есть вы как бы говорите, что он любит вас сильнее, чем вы его. И, возможно, в этом тоже может крыться проблема, потому что вы чувствуете, что вы-то человека любите не так сильно, как он вас. И он за счет того, что любит вас сильнее, чем любите его вы, выглядит менее выгодно для вас. То есть вполне вероятно, что вы привыкли сами испытывать сильные чувства к молодым людям. А сейчас происходит ситуация с точностью до наоборот, потому что у женщины секс все-таки в сознании больше, в подсознании. То есть зависит от эмоций. И если эмоций мало, то возбуждение женщины не чувствуют. Вы хорошо много проводите времени вместе. Здорово, но это ничего не значит. Можем часами болтать. Здорово, но это опять же ничего не значит. Потому что нет химии как бы у вас. И либо вы своему мужчине скажете, что вам нравится. И чего вы хотите, ну скажете, что бы вы хотели видеть в нем. То есть вы ему как бы говорите, у тебя все хорошо, но мне бы хотелось вот то-то, 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 потому что меня это сильнее возбуждает. Например. Вот. Либо так, либо вы будете с ним, не будете заниматься сексом с ним вообще. И соответственно, не занимаясь с ним сексом, будете смотреть на сторону. То есть в таком случае вопрос измены это лишь дело времени. Так, я не хочу совсем, хотя мне легка взорваться. Ну понимаете, может быть мужчина вас травмировал здесь как-то. Может быть он просто вас не привлекает. Это опять же, понимаете, непонятно. Вот. С молодым человеком живем вместе больше года, любим друг друга, хорошо много проводим время вместе, но секса нет. А он был у вас секс-то? То есть, если его не было изначально, то как вы решили жить вместе тогда? Если он был, а потом сошелся на нет, значит что-то происходило уже в паре, может быть после того, как вы начали жить вместе, а до этого вы, может быть, не жили ни с кем. А потом, живя вместе, вы перестали молодого человека воспринимать именно как мужчину из-за того, например, что вашей семье принято было, ну вот так. То есть, только платоническое такое взаимодействие, да, никаких брикансаин, ничего, и полная асексуальность в семье. Отсюда, кстати, может быть ваша активность и ненасытность с бывшими. Они не родные, они не близкие, с ними можно заниматься сексом. Опять же. То есть, как бы, как бы запрет происходит. Запрет сближаться физически с близкими людьми. Вот. Приходится искусственной возбуждаться и заниматься сексом, это вот, это я не очень понял. То ли вы сами себя возбуждаете, то ли вы делаете вид, что вы себя возбуждаете. Ну, то есть, делаете вид, что вы возбуждены. Не совсем понятно, получаете вы оргазм в результате или нет. Если не получается, то всё очень тревожно для вас. Потому что, ну, я уже сказал, вы не получаете удовольствия, не получаете разрядки. И желание, оно будет как-то копиться всё равно. Когда дело доходит до прилидии, то я либо ничего не чувствую, либо это совсем не возбуждают. Ну, либо ничего не чувствовать, это как-то немного странно. Что это значит, что вы ничего не чувствуете? То есть, вы не чувствуете прикосновения, или не чувствуете наслаждения, или мужчина делает что-то не так. Знаете, некоторых людей на это направлять, некоторых мужчин на это направлять. То есть, как бы, подсказывать, что делать. Учить, как бы. Если вы не готовы учить, а если вы готовы только к тому, что мужчина сам, как бы, ну, ищет ваши чувствительные, так сказать, точки. Ну, в таком случае, вам молодой человек не подходит. То есть, бывает такая вещь, как сексуальная несовместимость, когда, например, человека нужно направлять, да? А женщина это не возбуждает абсолютно, у нее пропадает всякое желание. Это, может быть, ваша история. Хочется исправить ситуацию, но не знаю как. А исправить ситуацию это в смысле? В смысле, хотеть своего мужчину? Ну, понимаете, это как с любовью. Либо любовь есть, либо ее нет. И с сексом так же. Если вы не испытывали с мужчиной каких-то конфликтов и травм серьезных, или, например, разочарованием, боли, может быть, ну, как физической, так и духовной боли. Вот. То шанс того, что вы захотите мужчину, который не является привлекательным для вас сексуально, ну, близок к нулю. Если какие-то проблемы есть, проблемы можно решить. А вот так заставить себя захотеть того, кого вы не хотите. Ну, это все равно, что предложить вам, будучи гетеросексуальной, да, предложить вам стать лесбиянкой, например. Вот захотите лесбиянку. Понимаете? Так это выглядит. Или вы не любите там, например, я не знаю, там, яблоки, например. А я вам говорю, вот захотите я, вот давай, хоти яблоко. Понимаете? Вот. То есть, ну, я хочу, чтобы вы поняли. Если человек вас не возбуждает, если его поведение вас не возбуждает, то, вот, как бы, можно заниматься сексологом, можно, там, делать какие-то упражнения сексологические. Для того, чтобы, ну, как-то приучать себя возбуждаться об, вот, того, что делает молодой человек. Ну, на мой взгляд, это очень сомнительное решение, потому что никакого удовольствия от этого вы не получите. Вот. Если я прав по поводу всего, что сказал, то вам нужно самой походить к психологу, ну, поработать с психологом на тему детско-родительских отношений и становления своей сексуальности. Вот. После чего, ну, можно будет изменить немножко своё сексуальное поведение с молодым человеком, да? То есть, чтобы он был поактивнее, например, чтобы вы тоже более активно участвовали в этом процессе. Потому что, ну, понимаете, вот, любимые люди, да, вот они чем отличаются от сексуальных партнёров? Любимые люди, они в первую очередь влекутся друг другу духовно. А сексуальность здесь далеко не на первом месте. Но духовность позволяет людям говорить и о сексуальности в том числе. И вот если вы будете использовать свои коммуникативные каналы, да, для обсуждения этих тем, то вам будет очень хорошо. Потому что духовно близкие люди, они могут любые проблемы решить путём обсуждения и понимания друг друга. Ну, опять же, я не очень понимаю, делали вы так или нет. Понимают ли мужчины, что вы искусственно возбуждаетесь или нет. Но так дальше продолжаться не может точно. То есть, если вы своих молодых людей, бывших, бывших не любили, сами, и занимались с ними так, потому что было здорово, а этого полюбили, и у вас желание пропало, Дело скорее в семье. Если своих молодых людей вы любили, но любили сильно, сами сильно любили, то дело здесь в том, что вам нужно обязательно любить человека для того, чтобы его хотеть. Это, ну, мне кажется, если и передаётся корректировке, то весьма, весьма неохотно. Потому что у женщины, как вы поняли из моего ответа, сексуальность работает именно так, на эмоциях. Если с молодым человеком какие-то проблемы были, ну, эти проблемы можно разрешить. Вот так. Вот я понимаю, что вы не сможете ответить сами, какой вариант ваш, потому что, ну, это сложно сделать. Но, хотя бы, вот, попробуйте ответить на вопрос, какой вариант точно не ваш. Чтобы с чего-то хотя бы начать. Понимаете? И тогда вам можно будет помочь. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. А я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Пока! ... Продолжение следует...